здравствуйте друзья вы смотрите программу мастерская рыбака с вами я владимир габелев гость в студии владислав сальников известный рыболов автор многих статей редактор журнала рыбалка на руси здравствуй вот это же насколько я понимаю плавающая приманка да да конечно она плавающая многие наверное уже пытались сделать плавающие приманки к обычному стримеру покажения различные головки из пенополиуретана обычно какие составляющие здесь идут здесь составляю здесь минимальный набор материалов на хвостовых вот например один из моих любимых стримеров здесь очень много всяких мелких деталей на то есть нужно положить сначала искусственный мех потом делаем спинку делаем из люрекса блески и клеим глазки все это занимает много времени иногда когда получается уж очень красивый стример даже не хочется его используя его просто жалко забрасывать он лежит как экспонат это вторая сторона медали аккуратного изготовления сегодняшний разговор пойдет о подвесках для балансирной ловли балансир такая благодатная тема зимняя ловля на сегодняшний день уже ну не мыслиться без балансиров блеснение это один момент а вот балансиры это совершенно другая сторона зимнего блеснения одним из необходимых элементов это подвеска подвески бывают разные но о них мы поговорим попозже в данном случае мы говорим о том каким образом сделать сам тройник более привлекательным для ловли рыбы для хищника влад это же ты сам сделал да я сделал самый специально именно этот образец чтобы показать как может получиться не очень хорошо наклев это не влияет на самом деле здесь сработала некоторая жадность эпоксидкой было приготовлено больше чем положено и так то что у нас осталось излишек эпоксидки при изготовлении подвески тройничок я вот нанес сюда на лопасть для более лучшего крепления лопасти потому что лопасти очень часто отлетают у балансиров так что можно использовать по назначению остатки материала для чего вообще все это надо сейчас магазинах много продается всяких тройничков да и в принципе сами балансиры идут страничками уже с подвеска качество оставляет желать лучшего часто иногда просто или очень большой тройник или очень маленький но и в магазине подобрать конкретный номер под конкретный балансир тоже довольно сложно именно с каплей а можно в нашем случае можно взять любой тройник который нам подойдет то есть с размерами балансирую как мы считаем нужен именно на нем изготовить вот эту самую каплю сделать ее довольно легко а скажи вот ты используешь какие-то определенные фирмы тройники какие-то определенных фирм или в общем-то произвольно берешь понравился тебе сам по себе тройник там достаточно и и достаточно его там толщины жесткости остроты жала и этого вполне ну я обычно беру овнер или канель если вот так вот но иногда попадаются хорошего качества безымянные как безымянные я спросил в одном магазине какой фирма у вас тройники они там лежат в колотый в поролон и продавщица эталан не все равно задала такой странный вопрос да ну в принципе я посмотрел тройники были ничего очень похожи на канель возможно они продаются россыпью как но да куда хранить просто высыпали на самом деле может смотрю у тебя такая уже боевая боевая модель боевая я покусанная порезанная и ты ловил уже именно с этим уже да вот я специально принялся показать что как бы ты меняешь хвостовое оперение я имею ввиду делаешь его более широким более узким не занимался такими я занимаюсь только когда теряется лопасть когда начинается эксперимент кстати вот этой же эпоксидкой лопасть например сделаны из пластиковой бутылки можно поплотнее залить и она будет более жесткой потому что она мягкая когда внутри есть эпоксидка она там уже еще блестит то есть дополнительный привлекающий элемент получается на балансире сколько теряешь балансиров примерно за сезон зависимость есть водоема на которых можно всю коробку оставить за один день где-то в одну баланс на среднем больше десятка больше десятка оставляешь значит достаточно много ловишь балансируем много и так остановились на тройниках я смотрю что у тебя здесь есть еще и украшающий элемент или это сделано в виде точки прицеливания только снизу глаз почему именно глаз в принципе тот для чего это все сделано хлопа вообще-то один воспоминание детства да тогда еще как бы не было принято либо отпускать себя на соревновательство больше наловит и когда клюв окуня ослабевал была такая хитрость на блесну подсаживали окуневый глаз может быть из-за этого казалось глаз именно более подходящий момент но это не только в этом суть нам важно сделать что нам нужно сделать платформу под эпоксидку и поэтому можно использовать в принципе не глаз а что-то какие-то стразы там в магазине на эти есть конфетти из жесткого такого материала до который можно приклеить в конце концов можно взять дракол канцелярский крышку от какого-нибудь сырка плотно до наделать этих кружочков чё нам дает вот этот кружочек нам во первых форму принимает капли нормально она не растекается абыка и второй момент все-таки тот же судак например когда ловишь он может разгрызть эту каплю не странно как-то попадает ему на клыки она трескается и все и слетает а здесь как бы у нас вот эта платформа приклеена крючком супер клеем все это сверху залито и боксидкой она практически вечная то есть у нее первозданный вид сохраняется долгое время но практически как если проще потерять балансер чем чем испортить эту каплю видно что там очень много разных блесток да вот блестки это как раз такая моя фишка своеобразная но смотрится это очень интересно да и она очень переливается в цветах то есть как бы я думаю что в воде подозреваю что это нечто из моментов украшения нашей прекрасной половины человечества вот мне очень долго я не мог как бы узнать как это все называется наконец-то я специально сохранил этикетку написано что это глиттер как глиттер голографический глиттер и голографический самое интересное там как заходишь заходишь в магазин спрашиваешь у вас есть у вас есть блестки продавец а вам зачем вам длиннохтели лица и как чувствую себя не совсем комфортно скажем так некоторых местах я видел написано пыль под этим да ну как-то я одну продавщицу там доканул она меня спросил зачем вам нужно это приманку рыболовную делать извините говорит что я вас тут это затирание он немного она говорит не волнуйтесь здесь один мужчина минут 15 тени подбирал и ну как выяснилось скол на двери нужно было закрасить никак не мог подобрать нужный цвет ну можно в принципе уже начать изготовление да еще основные элементы требуются для изготовления нам потребуется эпоксидный клей двухкомпонентный это бы понятно да нам понадобятся вот эти самые блестки из-за того кстати о цветах я вот долгое время думал что посадоку лучше работает желтый а по руку не красный как-то тут так получилось что мне приятель просто не уклевал чаще чем у меня но во много раз у него хвост балансировал покрашен флуоресцентным лаком то есть как бы я уже понял что такой какой-то особой зависимости все таки нет важно вообще-то найти рыбу на самом деле да там а уже сам главное чтобы был точка атаки ну неважно как вы называете чтобы было куда-то куда рыба ориентируйся там шелку часто хватает на не забалансируя за тройник он возможно воспринимает как плавничок там как-то еще может ущипнуть хочет может быть какую-то букашку заказ гонит у меня был аквариум и я видел как купи атакуя другую гупию она хватает их заплатить за нижние плавники и начинает их в эти нижние плавники теребить в итоге самая страшная самая большая гупия победила всех остальных по обрывов у них это вот эти вот плавнички может быть это вот из той же серии возможно да у меня были глупи когда-то как-то был я не столь наблюдатель не заметил или она была не такой хищен может быть да я больше наблюдал как они живородящие процесс как этот происходит может быть здесь что-то какие-то есть глазки и глазки берем глазки эпоксидные обычные обычные и сначала нам нужно закрепить их на тройнике я сделаю сейчас два посмотрим какой у нас успеет высохнуть какой нет клей какой-то клей это супер момент обычный но там просто другом пузырьки это цианокрилат тот же самый только в более большом объеме для технических каких-то операций то есть если в домашних условиях там нужно две капли если сейчас мы смазали загиб крючков не всегда все положить получается когда я обычно они как бы хватается быстро вот просто главное вот самый момент и можно приезжать чуть-чуть пусть покажи покажи зрителям первым а у нас получился глаз приклеены к тройнику а между этим глазом и загибами крючков образовались пустоты мы принципе сейчас делаем на всякий случай сразу второй чтобы может быть время передачи хватит чтобы увидеть два варианта два варианта да и тому же тот пока подсох чем больше вариантов тем лучше ты же знаешь можно домой же слиним успокойнее на сердце тебе ты приходишь на рыбалку потом ты видишь что кто-то ловит ты не ловишь ты подходишь кузну почему ты ловишь а я на серенькую там с красными точками это решил у меня такое есть и уже появляется уверенность забывай так и люди говорят нужно белую и красную бусинку две белых не относительно естественно очень много нюансов этом и величина приманки и манера подачи анимация так называемая и то как она играет сама по себе здесь все должно быть гармонии все должно быть соразмерно так сделал второй намного быстрее мастерство мастерство нужно подойти сначала подумать что будет сколько нам понадобится боксит на самом деле принципе можно сделать как бы в два этапа это все тогда у нас будет два цвета на одном турнике как хочешь но это займет просто много времени в ожидании пока это все высохнет тогда боюсь мы не успеем за формат передачи не можем не успеть что мы берем мы берем зубочистку обычно можно взять спичку принципиально можно вообще что можно за щепку до палочку от мороженого до список можно продолжить и так можно продолжить что мы делаем мы берем эпоксидку ты просто на бумагу и и в данном бумагу очень удобно использовать стикер например потому что он приклеивается как бы к столу и никуда не ездит берем от один компонент и сверху столько же вот другого компонента но обращу внимание на что смешивать пока ничего не надо потому что твердеет достаточно быстро а тебе нужно еще прихорошить украсить про теперь вот берем эти вот чудо блеск как пыль были глиттер так для лица не но мы видимо для ногтей все-таки подозреваем потом мы сыпем это чуть-чуть да можно не жалеть в принципе она схватывает все равно довольно крепкой все-таки эпоксидка то есть переборщить невозможно да вам останется там мы это все перемешиваем так смешиваем смешиваем нужно перемешать потщательнее потом мы берем тройник вот эти пустоты мы заполняем ты не видел в одной из не помню где вы или в журнале была статья или где-то где-то мы делали съемку о том что есть в канцелярских принадлежностях есть какой-то пластилин такой достаточно легкий чуть ли не плавучий пластилин и как и на него точно также делали вот на тройничок в виде шарика и после этого сверху клеем закрепляли ничего подобного не видел нет у меня вот есть другие материалы тоже принц можно сделать блестящую штуку хотя мы после передачи на обсудим это все это может прям мы можем долго обсуждать когда мы нанесли тут не обязательно выравнивать как бы палочкой какой-нибудь от мороженого и щепочкой мы ее вертим а вращательное движение до тех пор пока она не застынет ну не надо ждать чтобы он совсем застыл чтобы как бы сформировалась эта самая капля капля все достаточно быстро получается получается быстро поэтому мы лучше его поставить 1000 так ты считаешь что это вот достаточно маленькая капелька не маленькая я считаю что в принципе для этого тройника вполне подойдет как бы все-таки их теологи говорят что рыба видит как бы через стеклянный шар у нее так устроено зрение в любом случае она видит и более объемно чем мы по всей видимости хотя даже если это не так если их теологи своим оборудованием у микроскопа ничего не могут сказать мы можем только какими понятиями пользоваться клюет или не клюет у нас если у нас понятие клет или не клюет в принципе если капли показалось маленькой например когда можно высохнуть можно добавить а можно добавить другого элемента я хотел сказать хотел обратить внимание на то что можно сделать двухцветные элементы трехцветные элементы пока один допустим зеленая капля сохнет можно спокойно за это время замешать и сделать красную то что вам нравится то что вам предпочтительные по цвету я например знаю одного рыболову который ловит только на сочетании синего с белым считает вот все другого ничего не надо а другой подходит и говорит да ты что а где желтый с красным а где красный дом это много таких людей кстати это обычно они попадают на какой-то бешеный клёв жор так называемой приманкой да и потом они всю жизнь ловит именно на эту приманку именно эту проводку им кажется что если они точно также приведут ее где-то даже в другом месте хотя там уже будет и течение глубина той видовой состав рыбы совсем другой они почему думают что они поймают там все очень быстро получается 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 быстро если сразу например сделать несколько треничков подготовить да можно побольше намешать икбоксидки на самом деле и сделать сразу не иметь цветовое цветовое разнообразие не могу запомнить этого слова пыли в нашем понимании пыли хоть и очень хорошая штука свет дает класса свет колоссальнейший да я прямо после окончания передачи бегу в магазин прямо сразу нет у меня есть конечно нечто подобное тоже не знаю как называется но это из технических средств каких-то там было в чем плюс еще этих капель как бы они все-таки когда застывают дают определенный вес да 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 пока влад делает я хочу сказать что подвески бывает не только такими короткими то есть здесь получается что мы берем тройник да и тройник одевается на специальное специальное крепление на балансире есть подвески которые разнесены с приманкой я вот сейчас попытаюсь быстро несколькими штрихами нарисовать такую подвеску только для того чтобы показать что у нас если вы делаете разнесенный с приманкой крючок тройник то этот тройник лучше всего делать таким образом чтобы он не превышал тело приманки то есть вот если вы двигались если проведете сюда тройник чтобы он не заходил за тело или не доставал до крючка как в эту сторону так и в эту сторону то есть вы выбираете длину от вас длину под подвески так чтобы сам крючок не заходил тогда вы не будете у вас не будет этот крючок зацепляться за тело не будет этот крючок зацепляться за 22 выведенных из тела крючка и ловля будет намного более комфортной и правильной я прав да так а ты за это время успел сделать еще один да вот все таки никак не могу налюбоваться вот эти очень красиво свет я не знаю будет ли это видно можно не знаю будет ли это видно в камере но цвет такой насыщенный такой глубокий в нем столько много разного для сердца русского слилось для сердца рыболовного слилось здесь вот я вижу там в глубине что-то вижу многие много много разнообразных совершенно вот как в калейдоскоп смотришь да и у вас там разные разные цвета появляются только так и здесь никогда бы не подумал что вот можно сделать такую колосную что вот зелененькой тоже блестит ничуть не хуже только уже другими как бы оттенками да да но она получается не такой прозрачной то получается более прозрачной все эти прозрачность можно увеличить при желании но вот просто сам по себе вот это пыли здесь она более насыщенный сколько сохнет ибоксидка но вообще я бы советовал готовые треники куда-нибудь положить подвесить чтобы они все-таки сутки лучше потому что ибоксидка то она пятиминутка пятиминутка да но как бы учитывая что у нее добавлены элементы еще дополнительные тем более она же как бы мы не просто склеиваем у нас получается капли а внутри капли должен просохнуть и лучше вот самое главное в процессе пока она хоть сохнуть ничего это не трогать и да 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 потому что обычно как наши люди делают засохла интересная когда пальцем дотронешься до нее она может потерять весь этот блеск будет мутный придется переделывать но так как даже снять ее сложно придется выкинуть на самом деле сутки а если в тепло наверное уменьшится какие-то другие варианты использования клеев ты можешь порекомендовать или вот это оптимальные лучше вариант но есть еще эпоксидка такая большая в автомобильных ее продают отделах мне кажется что она более прозрачная то есть это кажется при замешивании чуть-чуть какой-то мутноватный цвет дает вот то и удобно пользоваться например если покрыть сверху хочется что-то для защиты например мы что-то там сделали какую-то капельку бисер там вот например такие блески они сами засыхают засыхают сами но в воде они разрушаются через какое-то время в принципе очень цвет дает насыщенный но чтобы она не разрушалась можно сверху тонким слоем эпоксидки вот именно прозрачные покрытия это тоже ничего не специализированного раскрас картинку да раскрас картинку сам кстати написано какие-то копейки тут произвел какой-то цесюсян я детям не дал бы потому что неизвестно что цесюсянь туда напихал на самом деле а вот именно для для таких вот вещей но вообще самый все таки меня вот больше нравится поэтому я решил поделиться этим чтобы каждый смог вот благодаря моим советам что-то сделать очень просто элементарно стоит стоимость крючка опять же таки получается стоимость крючка а если ты берешь в магазине то ты можешь брать взять и не нужно не сможешь взять допустим нужный размер да или нужное качество крючка не сможет взять или не сможете нужен свет опять же таки да все очень быстро все элементарно просто и все красиво а главное это помогает поймать рыбу делайте своими руками приманки используйте их на водоеме ловите на них рыбу если вы поймаете больше чем остальные внутреннее состояние вашего будет значительно более лучше вы поймете скажите сами себе я поймал потому что это сам сделал сам своими руками все здорово я хотел тебя спросить еще о чем я использую совершенно различные варианты то есть у меня есть капли да но я конечно не делал сам теперь буду сам тоже делать я обычно что делаю изоляция беру изоляцию различной толщины различных как бы и по длине и по толщине чтобы одна на другую могла зайти да цветную по разной подсветности и снаряжаю снаряжаю крючок изоляции если у тебя какие-то другие варианты оснащения крючков здесь самый простой вариант он пригодится на рыбалке если все вдруг поломалось подкусывали перья там например или там у товарища приклюет с подвеской а без подвески почему-то не очень можно взять вот такая красная проволока например хотя цвету можно золотистую это из на хвостов магазина просто отрезаем кусок ну можно просто объяснить да не показать даже но тут очень быстро все это происходит мы складываем вдвое и протаскиваем в бусину берем большую красную бусину загибаем концы 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 можно обрезать можно нет она как бы дает какие-то ножки там что ли не делаете петелька петелька сверху да и надевается элементарно на крючок да это можно кембрик да можно затянуть как бы она не выскочила можно просто поджать вот ногтями она бородка крючка она не даст вылететь его в процессе игр она будет побалтал один из быстрых вы только надо не забыть сделать одну здесь вот сделать круговое движение оборотик чтобы она не выскочила сюда элементарный моментальный способ сделать свою приманку более привлекательной друзья мои ловите рыбу делайте приманки своими руками ибо сделанная своими руками всегда ловит рыбу лучше чем покупное вы смотрели программу мастерская рыбака с вами был я владимир габелев гость студии владислав сальников пока до свидания смена лески дала хоть какую-то поклевку все все-таки пришлось конце концов менять крючок у меня есть две причины почему здесь оказался на выкручок возможно он тяжелый его тянет к одну это первое а второе чтобы наличие да более толстый проволок она выезжает вот или он вытекает вот этот более прикосительный да и тоненький крючок как бы одевается не надо там ни какими чулком делать как-то он все время лучше потому что он вытекает матрица привлекательность теряется мастерская рыбака Субтитры подогнал «Симон»